И всем привет друзьям и пацанам ютуба у микрофона Максимус, и сегодня в данном видеоролике мы разберем и обсудим вместе с вами хэллоуинское обновление для Hello Neighbor 2. Пару дней назад Тинни Билд выпустили Альфу 1.5, добавив в нее новую концовку, новые секреты и новые подробности сюжета, о которых сегодня и пойдет речь. Обязательно поддержите видео своим лайком и не забудьте подписаться. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дядя, я сейчас психушку вызвал. Да какая психушка, они от нас только избавились. Что верно, то верно. Главный герой прошлой версии игры по имени Квентин наблюдает за домом, в котором обитает ворон. Подробности о том, зачем он следит за ним, я раскрою немного попозже. Педофил! В момент наблюдения Квентин становится свидетелем того, как ворон поймал детей, которые подошли к его дому за сладостями. Ты же говорил, что ты не делал. Да ты заебал. Я же это вставлю. Не надо. В момент... Сука. В момент наблюдения Квентин становится свидетелем того, как ворон поймал детей, которые подошли к его дому за сладостями. Как-никак, все это разворачивается в канун Хэллоуина. После этого главной задачей игрока становится проникновение на чердак, куда ворон и спрятал детей. Кратко пробежимся по всем основным нововведениям, после чего перейдем непосредственно к анализу концовки, которая оставляет вас с вопросом. Обновление не привнесло в игру масштабных изменений. Самыми заметными отличиями является корректировка строения дома, в котором обитает ворон, а также появление возможности зайти в другие строения, где присутствуют предметы, важные для прохождения альфы. Собрав все нужное, мы попадаем на чердак и находим детей, а если точнее, мы находим чучело детей, которые набиты сеном. Напротив них находится железная дверь, за которой мы можем увидеть ребенка в костюме ворона. Открыть ее нам не удастся, но мы можем приманить этого малыша с помощью конфет, которые нам нужно складывать в мешок. После этого основной задачей игрока становится поиск и сбор всех сладостей, которые разбросаны по локации. Всего нужно собрать пять конфет. Некоторые из них можно получить... Пятерочки, б***ь. Там эти конфеты с жопой жуют, а он, б***ь, пошел по домам оборовывать конфеты. Там не пятерочка, там шестерочка. А там все не по акции. Не, ну это на ебану, народ. Не, я туда не пойду, не. Некоторые из них мы можем получить, используя крюк-кошку, либо огнетушитель, либо инструмент для возможности парирования, с помощью которого можно забраться на крыши домов. Одна из конфет спрятана в постройке, где нам нужно использовать... Гвоздодер. О! О! Я не знаю, что это было. Для получения последней конфеты требуется генератор для поступления питания к механическим дверям. После полного сбора всех сладостей, мы снова же попадаем на чердак, складываем все в мешок и наблюдаем следующую сцену. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 его сына, это огромный шрам, который будет напоминать о себе всю оставшуюся жизнь. Поэтому Питерсон и боится ребенка в костюме вороны, ошибки, которые он допустил, и то, что Аарон стал таким, является виной только самого соседа. Это и демонстрируется нам в концовке данной игры. Однако, это все-таки лишь теория, которая может быть началом для наших последующих мыслей. Возможно, мы сможем узнать больше в следующей Альфе, но пока что на этом все. Обязательно поддержите меня своими лайками и репостами этого видео в соцсетях. Если у вас есть какие-нибудь интересные догадки касательно сюжета Hello Neighbor 2, напишите о них в комментариях. Ну и не забывайте про описание, про группу ВКонтакте и про сборники видеороликов, по всем интересным видеоиграм. Ну а на этом все, у микрофона был Максимус, увидимся с вами в следующем видео. Все, ты дописал? Пошли жрать, я за*****. Что? Че ты ржешь и смотришь на меня? Я просто подумал, ты реально вставишь? Вставлю! Бл***ь! Субтитры сделал DimaTorzok